Здравствуйте, дорогие телезрители! Выкроил минутку для того, чтобы поделиться с вами своими впечатлениями и для того, чтобы вы смогли узнать побольше о киноновинках и высказать также свое мнение после просмотра фильма, о котором я сегодня вам расскажу. А фильм называется «Воины света». Это 2009 год, в главных ролях Итан Хоук, Уильям Дефо и Сэм Нил. Смотрел я его не так давно, буквально на прошлой неделе, по-моему. Значит, что сказать? Жанр фильма – фантастика. Фантастика американская, примитивная. Ну, в общем-то, в целом, если расценивать по десятибальной шкале, я бы поставил ему четверку этому фильму. Возможно, есть любители данного жанра. Знаете, это любители такого жанра о вампирах. Вот фильмы «Вампир», «Другой мир». Вот люди, которые любят вот такие фильмы, это фильм для них. Наверняка он им понравится. Много крови. Особенно в конце фильма такая мясорубка, где, не пойми, где человеческие тела, где, в общем-то, сюжетная линия немножко ушла в сторону. Вот этим людям этот фильм понравился. Мне в целом он не очень понравился, хотя начало фильма очень эффектное. Значит, начало фильма. Маленькая девочка, ну, так, на скидку лет шести, пишет письмо какое-то. После этого она выходит, в ночи выходит на рассвет, и, в общем-то, с первыми лучами солнца сгорает. Как вот это во многих фильмах у вампиров. Она сгорает, это происходит эффектно, ну, в общем-то, с последующим продолжением вы понимаете. Надо сказать, ну вот, я буквально поэтапно не буду вам рассказывать, потому что, ну, я свое отношение уже высказал вам. В фильме есть герой, что называется положительный, как нас учили в школе, и антигерой. Хотя в целом, если более глубоко рассматривать этот вопрос, сложно сказать, кто на какой стороне. Значит, главного героя фильма зовут Эдвард, а ему противостоит вот этот антигерой, это мистер Брэдли. Мистер Брэдли очень богатый человек, руководитель какой-то корпорации, которая занимается генной инженерией, скажем так, либо исследованием тела человека, в общем-то, нахождением новых препаратов. Вот так я бы аккредитировал. А вот этот герой, главный Эдвард, он работает. Что происходит в мире, который нам рисует режиссер? Происходит такая картина, что, в общем-то, люди подверглись воздействию какого-то вируса, который превращает человека в вампира. То есть это вирус. Новый взгляд режиссерский. Хотя заражаются они точно так же, как и в обычных классических фильмах о вампирах. То есть это укус, кусает кто-то кого-то, он превращается в вампира. Но так как большая часть мира уже заражена, мир принадлежит вампирам, то мы рассматриваем аномалию уже человека, а вампир – это, в общем-то, норма. Норма жизни – это не форма человека, а форма жизни вампира. И вампир существует в тех социальных реалиях, в которых живем мы с вами. То есть у него такие же, я не знаю, общественный транспорт такой же, метро, электрички, такси, такие же магазины, только, возможно, вместо печенья и хлеба там продают кровь. Вместо вина там бутылки с кровью. Вот, что еще сказать. То есть социальное общество и бытовые условия – это человеческие, но живут там вампиры. И правят бал, и там такое же социальное расслоение, такие же товарно-денежные отношения, насколько я понял. То есть есть богатые вампиры, они могут позволить себе купить больше крови. Или там покупают чистую кровь, стопроцентную человеческую. А бедные, они голодают, в общем-то, существуют как бомжи и просят милостыню. Вот. Значит, самое удивительное, откуда берут вампиры, которые 95% их на планете из стола вампиров. 5% людей, которые живут где-то на помойках, они отброса общества, в пустынях, там, и так далее. Ну, вот такую картину рисует, режиссер. Значит, кровь выкачивает. Вот вы смотрели «Матрицу». Вот в «Матрице» там, значит, главный герой, Морфеус, с Нео они попадают. Вот Морфеус рассказывает Нео о реальности, в которой показывают ему реальный мир. И говорит, вот люди – это батарейки, вырабатывают электроэнергию для машин и они помещены в такие капсулы, знаете, такие капсулы, в общем-то. Ну, и вот в этом фильме примерно то же самое, только в данном случае люди вырабатывают не электроэнергию по замуству режиссера, а они вырабатывают кровь. Такие иглы вставлены в шею, по-моему, в ноги там. Причем, как можно больше крови у него забрать. Каким образом люди питаются, получают пищу, ну, этот вопрос опущен. То есть много таких пробелов, честно говоря, поэтому вот эта оценка у меня низкая. Вот, значит, что еще сказать. Наш главный герой, вот этот положительный, он работает над созданием препарата, который бы заменил вот этому обществу вапиров кровь человека. Заменил, потому что они не могут найти пока замену, ну, там они разбавляют ее как-то. Например, представлены такие моменты, пьют 5-процентный кофе, там, или 10-процентный компот какой-то, или вино, там, у них, допустим, 30-процентное оно с кровью, а есть 100-процентное, ну, вот это выдают его там в армейских частях, как, значит, наиболее тяжелые условия жизни, службу, вот, им выдают, для того, чтобы они имели качественное питание. Ну, в общем-то, ситуация такая, что работает он, работает, а найти замену не может. И в какой-то момент, значит, случай сводит его с обычными людьми, они попадают в трудную ситуацию, там авария, в общем, ну, не суть. Сводят их с обычными людьми, и потом эти люди, в итоге он им помог там, они его находят, находят и говорят, ну, ты знаешь, в общем-то, вот ты работаешь над этим проектом, а ведь есть совершенно другая точка зрения и на решение этого вопроса, и вообще, каким образом решить эту проблему. А решение очень простое. Есть лекарство от той болезни, которая называется вампиризм. То есть, вы, вампиры, можете излечиться. Ну, он не верит, ну, потом его знакомят с мужиком, который, в общем-то, такой легендарный в движении людей уже. Зовут его Элвис, по-моему. Ну, он взял себе имя, это. В общем, там фанат Элвиса Пресли, там много высказываний Элвиса Пресли. Вот, в общем-то, в таком духе все построено. Американцам наверняка такой фильм понравился. Наверняка много кассов и сборов там и так далее. Вот. Ну, в общем, смысл такой. Каким образом в свое время этот мужик, Элвис, избавился от этой болезни? А все просто. Элвис, при кратковременном воздействии открытых солнечных лучей и потом попадании в воду, он избавляется от этого вируса, его сердце начинает работать, разгонять кровь, и он превращается в человека. Вот такую картину рисует нам режиссер. Ну, и, в общем-то, они проводят эксперимент, там в какой-то бочке для брожения вина, проводят эксперимент, значит, открытые солнечные лучи, и вот этот наш главный герой, вампир, он тоже превращается в человека. То есть, они нашли лекарство. И потом, впоследствии, оказывается, что человек, который переболел уже этим вирусом, переболел, то есть, был вампиром, и потом под воздействием солнечных лучей вот стал человеком, он уже не просто не заражается, даже если его укусит. Вот его укусит вампир, он не заражается, он не может стать вампиром. Он, наоборот, лечит этого вампира. То есть, его кровь, которую вампир выпил за счет этого, тот вампир превращается в обычного человека. И вот это и есть основное лекарство. Основная задумка, такой режиссерский ход, такая мысль философская, как угодно назовите это дело. Вот. Ну, и, в общем-то, там вот я сказал, что такой процесс сумбурный, такое повальное, в общем-то, кусание одного другим в конце фильма, такая кровавая сцена. Мне она лично не понравилась, но, видимо, смысл в том, что, значит, вампиры кусают уже людей, которые вылечились, и сами превращаются в людей. И, в общем-то, этот процесс не остановить. Знаете, как геометрическая прогрессия мы в школе изучали. Вот, в общем-то, на такую вещь он такую вещь напоминает. Вот. И вампиры превращаются в людей и лечатся. Вот. Что сказать. В свое время, наверное, этот фильм был очень популярным. Я уверен, как уже сказал, собрал множество денег. У него, безусловно, есть зритель. Мне лично он не понравился, но хотя многие режиссерские ходы, такие, в частности, работы кинооператора, меня впечатлило. Особенно, как я сказал, начало фильма было отлично сделано. Вот такая игра цвета. К тому же, я смотрел его в хорошем качестве, с учетом того, что он уже поздно снят. Там, 2009 год. Вот. То можно посмотреть его и найти в хорошем качестве HD. Ну, в общем-то, вот так. Если у вас есть свободное время, лучше это делать не ночью, если вы человек впечатлительный. Можете посмотреть. Думаю, вам понравится. А так, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте, что впереди я еще расскажу о многих новинках кино, которые идут сейчас, или которые будут идти. Подписывайтесь на канал. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok